Здравствуйте, друзья! Продолжаем заниматься в нашем летнем онлайн-лагере и изучать законы природы. И сегодня мы на нашем приборе-продук измерим очередной физический параметр, который называется громкость звука. У нас в этом приборе есть 5 датчиков, и мы с вами уже измеряли температуру воздуха, влажность воздуха, атмосферное давление. И сегодня мы дошли до следующего параметра – это громкость звука. Сейчас мы соберем наш прибор и измерим этот параметр на приборе. Почему это важно знать? Потому что мы с вами живем в мире звуков. Все, что нас окружает, буквально, когда вы просыпаетесь, вы уже слышите пенни птиц, выходят на улицу, едут машины, а на соседнем дворе идет какая-то стройка. Это все мир звуков. Даже если мы в лес уходим, там все равно мы в полном изоляции от звуков не можем находиться. И потом поговорим, для чего важно измерять громкость звука точно. Слуха точно. Собираем наш прибор. Мы установили уже батарейки. Подключаем датчик звука. Заморгал индикатор. Питание пошло. И подключаем. Для того, чтобы посмотреть полученные значения, подключаем такой-то мониторчик. Началась загрузка. В этот момент приборчик определяет, какой к нему подключен датчик, чтобы загрузить соответствующую программу. И пока он загружает, мы с вами скажем, что от уровня громкости все звуки делятся на три категории. Ниже 40 дБ это тихий звук. От 40 до 80 это звуки в средней громкости. И выше 80 это громкие звуки. Ну и единица измерения громкости звука является дБ. Загрузка произошла нашего прибора. Ставим мы длительность эксперимента. Поставим подольше, две минуты. Чтобы видеть. Потому что звук будет очень часто меняться. В отличие от температуры, влажности. Он буквально будет реагировать на каждое наше слово произнесенное. Вот. И диапазон, посмотрите, какой мы можем измерять. От 40 дБ до 120. Вот, в общем-то, как мы и сказали. И низкий, и средний, и громкий звук он сможет определить. Вот запускаем наш прибор и посмотрим, что же у нас в помещении. Вот мы замолчали. Диаграмма. Исчезла. Начинаем говорить. И вот она. Вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, амплитуда такая неустойчивая. Вот как выглядит фонограмма. Вот так. Вот изображение звука в графическом виде. Вот. И сейчас мы поэкспериментируем вот с таким вот приложением. Посмотрим, как же у нас распространяется звук. Меняется в зависимости от расстояния до источника. Вот в качестве источника я вам предлагаю использовать вот такую программу. Вы ее можете скачать с плей-маркета. Вот посмотрите, она для обучения игре на синтезаторе и на блокфлейте. И вот здесь показаны клавиши и ноты. Вот нота ля, например, соль, фа и так далее. Но нам она чем нужна, чем полезна, то что она может еще и в режиме синтезатора звука, источника звука. Вот мы зажали ноту фа, и вот она звучит. Мы сейчас будем на разное расстояние от датчика и измерять громкость. Но для начала давайте посмотрим, как разные ноты будут нам давать разный уровень громкости. Вот, например, берем ноту соль и смотрим, какой у нее уровень громкости. Покажи. Ну, 77 дБ. Показывает. Вот 77 дБ. И видим, линия уже у нас пошла ровная. В отличие от того, где наша речь была. Не уследил. Где была наша речь, здесь уже более ровная линия. Вот. Следующую берем ноту. Ну, например, нота си. Видим, что уже более высокий. 79 громкости дБ. Ноту ре второй октавы уже 82 дБ у нас показывает. То есть, чем выше нота, тем громче звук получается. Вот. И теперь давайте проведем вот такой эксперимент в зависимости громкости звука от расстояния. Берем обычную линейку и располагаем ее сначала на расстоянии 5 см от источника звука. Берем ту же самую, например, ноту ля. Выпускаем и смотрим. Получается у нас значение 82 дБ. Теперь отодвигаем. Теперь отодвигаем источник звука на расстоянии 10 см. Смотрим, сколько получилось. 74 дБ. Отодвигаем. Оставляем эту же ноту и отодвигаем источник звука на расстоянии 15 см. И получаем значение 70 дБ. Значение 70 дБ. Ну, все понятно, что с увеличением расстояния от источника звука его громкость уменьшается. И еще мы проведем эксперимент. Посмотрим, как же звуковые волны распространяются в пространстве. Мы для этого будем источник звука помещать спереди, слева, справа и сзади от датчика. И посмотрим, какие цифры у нас получатся. Мы будем размещать на одном и том же расстоянии 5 см. Вот спереди от датчика у нас, мы уже получали такое значение, 82. Теперь его перемещаем, можем, слева, от датчика. Так, она датчик должна поставить слева, вот так. Еще раз. Получаем значение 75. Немножко оно меньше, но это цифры одного порядка. У нас же получились не 40, не 30 дБ. Вот, понятно, что здесь немножечко вот за счет огибания будет другое значение. Чуть-чуть поменьше. Уложим с правой стороны. Получаем тоже 75 дБ. Вот, и уложим сзади. Получаем 77 дБ. Тоже цифра одного порядка. То есть плюс 2-3 дБ. Ну, в целом все равно видно, что звук распространяется равномерно во все стороны. Чтобы придать звуку направленное распространение, мы используем такое устройство, как рупор. Ну, или, например, ладони. Это простейший руп. Все, уже получается звук будет идти в то место, куда мы направим его. Уже он не будет уходить в сторону. Вот. Вот мы с вами посмотрели, как измеряется звук на практике. А на теоретическом занятии мы поговорим, от чего зависит высота звука, как устраиваются судьи звукозаписи, концертные залы, театры, с учетом законов акустики. Мы с вами измеряем громкость звука. До этого мы измерили громкость звука в помещении. Посмотрели, как в кабинете в нашем получилось. У нас в среднем от 50 до 60 дБ громкость. И теперь мы вышли на улицу. Измерим сейчас вдали от проезжей части. И потом подойдем к проезжей части, посмотрим, какой будет уровень громкости там. Вот мы уже собрали наш прибор, запускаем и смотрим. Слышите, поют птицы. То есть из источников звука у нас только здесь велес, ветер, шелест листьев, пение птиц. Да, я вот специально замолчал, чтобы разговор не вклинился. Без нашего разговора где-то было не выше 45-50 дБ. Уровень громкости был. Вот мы находимся от проезжей части. Все, теперь пошлите к проезжей части. Друзья, мы сейчас с вами измерим громкость звука возле проезжей части. Вот, посмотрите, проходит дорога. Посмотрим, как у нас уровень громкости будет меняться в зависимости. Вот проезжает машина. Невдалеке вот стригут пустые бензобиловые. Опять машину проехала. Вот эта машина с хорошо отрегулированным глушителем. Не так вот она громко. До 70 было сейчас. Здесь вот еще лежачий полицейский. Они поэтому замедляют. Замедляют свою скорость. В иномарке видно, что более бесшумно проезжают. Но в любом случае, когда мы в помещении измеряли, там у нас громкость выше 55 дБ не поднималась. А сейчас у нас до 70 доходило. А вот еще подождемся какой-нибудь машины. Не дождемся. Покажу, как работает там секатор. Звезут пустим. На расстоянии где-то 20 метров. И вот как звук доходит. 75 дБ дает. Работает вот этот секатор типа бензопилы. А вот вы сами понимаете, жить возле проезжей части, если ваш дом находится и окна выходят на проезжую часть. Вот они стоят. Машина поехали, сразу сына стоит децидовать. Это не очень комфортно. Ну все, вот мы в сравнении показали, как отличается громкость звука в разных местах. Все, до новых встреч.